Субтитры делал DimaTorzok Деревья в маленьких горшочках Пришлось идти их забирать Спускаясь вниз, одно дерево уже на дороге лежит Унесла их к нам в подъезд Наверху у нас на столе лежала клеенка Пошла посмотрела, клеенка уже все разорвала И кирпич улетел даже Вот такие порывы Вроде тишина, тишина потом хоп Такой сильный порыв ветра Я не представляю, что будет Когда будет 34 метра в секунду Я не представляю, что будет завтра утром У меня еще на балконе Рассона стоит Я надеюсь, ее не сдует Она стоит с той стороны Я надеюсь, что ее будет просто придувать к стене Ну, в общем, ждем Посмотрим, что будет ночью Я надеюсь, что будет завтра утром Крик-литки Продолжение следует... Смотрите Вот такие пороли. Час тридцать. Ветер усиливается. Сейчас такие пороли ветра, что у нас даже дом трясется. Я прям чувствую, как он ходит ходуном. Даже хозяйка кафе напротив пришла. Это очень хорошо. Кафе ручки. Кафе ручки. У нас копыта вытяжки. И по стене течёт. Три сорок восемь. У нас вырубился свет. Одиннадцать утра. Ветер ещё дует. У нас солнышко светит. У нас вроде все таблички остались на месте. Велосипеды попадали внизу. Всё цело только в нашей комнате, в которой мы не живём. С которой мы сделали склад наших вещей, не только наших. Где у нас балкон под дверью натекло. Сейчас вытру, пойду посмотрю, что там на балконе. Кстати, на нашем рум-туре я, по-моему, не сняла видео про наш балкон. Пола вытерла. Блин, дурацкая дверь опять открылась. Надо её, наверное, как-то привязывать. Посмотрим, что у нас тут. Ну, это, видимо, со стола плёнку снесло. Мы вообще сюда не ходим. Собственно, балконом не занимаюсь, поэтому тут некоторая растительность. Упс. Ну, это, я так понимаю, плёнка с крыши. Моя рассада, которая нифига не растёт. Четыре месяца назад посадила, что-то ничего не лезет. За четыре месяца вырос вот такой салатик. Ладно, ящики мои целы. А у соседей? Ну, тоже вроде цветы все стоят, всё на месте. Ладно, пойду на крышу, посмотрю, что происходит. Дерево наше унесло. Пускай на лестнице пока постоят. Я унесла наш мангал. А, у нас там на первом этаже кафе, чтобы я смогла тоже какие-то свои эти штуки унесла. Посмотрим, что у нас тут творится. Горжки все вроде на месте. Все вроде на месте. Плёнка разорвала на столе, плёнка была. Уже солнышко светит. Деревья вроде у соседей у всех целые. Вон, даже вон в соседнем доме ресторан. Ну, не знаю даже. Нет, кафе. Все этажи кафе. Два этажа. Да, у них вон крыша уже даже высохла почти. Что это такое? О, это наши мыльные пузыри. Что они тут делают? Надо забрать. Блин, а солнце-то как печёт. Надо было надеть кепку. У нас тут вроде все целое. Велосипеды уже подняли. Наши соседи уже перец сушат. У нас тут вчера деревья спилили. Отрезали все ветки, деревья укоротили. Я как-то не придала этому значения. А сегодня с утра до меня дошло, что они сделали это специально, чтобы сегодня ветки не подбирать неизвестно где. Сейчас бы ещё машина побила. Пойдем на улицу, на главную. Посмотрим, что там. В любом случае уже 12 часов, наверное, все убрали. На улице даже вон стоят горшки. Вот так вроде все нормально. Даже реклама вон висит. Ничего не унесло. У меня настолько сильный ветер у нас был. Ай! И неудобно снимать, я не могу одна ходить. У меня либо один, либо второй, который занимает мои руки и мешает не снимать. Ну ладно, сейчас сходим к реке. Там наверняка был самый сильный ветер. Ничего страшного я не увидела, только несколько упавших горшков, которые уже поставили. Там земля немножко растет на камешке. И вот здесь вот стоят. Я забыла, как называются. В общем, ограничители такие стоят. Не знаю, это связано вообще с тайфуном или нет. Сейчас дойдем до реки, посмотрим, что там. Потому что там всегда сильный ветер. Тут какая-то стройка. В принципе, все нормально. Но чуть-чуть сверху у них вот эти защитные полотна скрутила. Вот так, в принципе, тоже все нормально. Идем дальше. Вот веточка валяется. Река немножко стала побольше. Здесь переход немножко затопило. А так, в целом, вроде больше ничего не видно. Деревья стоят, все на месте. Жорик хочет прыгнуть. Жорику не терпится, да? Если Жорик с такой высоты прыгнет, он себе сломает лапы. Поэтому мы пошли дальше. Жорик, Жорик, ты так дышишь, что у меня камера трясется. Но уже очень жарко. Там какие-то китайцы еще черепах. Я хотела на черепаху посмотреть, они ее унесли. Да, воды прибавилось, но деревья стоят. Все нормально. Люди никого нет. Тут вот еще один переход. Сейчас поближе подойдем, покажу. Вот еще один переход. Тут видно, натянута лента была, бочка стояла. Бочку снесло. Но я думаю, нормальный человек не пойдет сейчас здесь переходить. Потому что все затопило и вода так... Ай, сдувает меня. Вода течет достаточно быстро. Но зато красиво. У меня тут, я оторваю, так что... Субтитры сделал... Да, так что и все, пока не создается. Аплодисменты. Так что будет geral, очень 여러 горы. Прямо это проходит в одном. Прямо это проходит. Почему? Приносим сэмплодисменты. Только и сэмплодисменты. Есть желание. Субтитры делал DimaTorzok Кстати, вот там вот территория Донгука, это Донгуковская больница, а вот там территория университета, и там очень много аистов. Там есть гора, на этой горе находится храм, и чуть-чуть правее, там аисты вьют гнезда, и их там очень много. Ну, в принципе, здесь вроде бы все нормально, деревья стоят, мусор не разбросало, все чисто, красиво, только очень ветренно. А вот ищут, ищут. А вот ищут. Ой, какой ветер. Ладно, я была не права. В каждой стране найдется какой-нибудь неадекватный человек. Хорошо, хотя она идет по этому переходу, где не так сильно вода бурлит. Ну, все, она уже там перешла, где особо воды нет. Ненормальная бабушка. Там, кстати, тоже лента была натянута. Извините, я засмотрелась. Там вот дальше мост есть. Можно было бы по мосту перейти. Видимо, она очень спешит. Здесь не так страшно. Здесь вот тут вот немножечко мокро. А так можно уже пройти. Вообще, здесь тоже была лента. Она ее сдула. А Жорик так дышит, что у меня трясется камера, потому что очень жарко. 29 градусов. Ищущается, как 31. И мы пошли домой. А Жорик залез в воду. Первый раз в жизни. А тут рыба. Жорик, куда в грязь полез, а? Давай, иди мой лапы. Ой, я дальше не пойду. Нет, ну почему рыба дохлая? Жорик, она еще живая? Она дышит? Вроде бы дышит. Зайти во дворы. Тут вот столбики улетели. Велосипеды попадали. Листья навело. Жорик пошел попить. Пошли, Жорик, пошли домой. Так все вроде, как обычно. Выйхал почтальон. Я остановила. Вот, а так вообще все нормально. Вон горшки стоят. Ящики стоят. Особо никаких разрушений не видно. О, надпись на русском языке. А Жорик ломится домой. У нас тут в соседнем здании, в кафешке, вон. Цветы побились немножко. Машка. До свидания. Да.